Ну что ж, Поляцы, дошлили, доиснили до замужного, неподлеглого, польского мозга и души. За пару дней до света неподлеглощий польский zostaал заарештованный, на почетку затrzyманный przez какогось стражника, цельника, przez страж граничный lub страж цельный Игорь Мазур, УНА-УНСО, застепца, приводца УНА-УНСО, Национальная Украинская Ассамблея, Национальная Украинская Самооборона, которому 43-х роков был запрошен вице-спикером польского Сейма Беата Мазурек. Запросила его, а какой-то стражник польский, цельник, затримал и заарештовали его, бо он был на листе за закомой збродни чеченские, там, где ему было, czy в тамте часы, Игору мяло быть, люб 12, люб 10, люб 15 роков. Не Кадырова, чтобы на листе было вписывал, то не Кадыров, там, которого родина вальчила с российским окопатом в Чечене, а записали Игора Мазура. Ну, и выходит, так не стыдно боляться, что польская рынка любного не ве, что творит глава. До такого стопня, та неподлеглость, та независлость, та демокрация, та замужность в душах również у поляков, у стражников таких польских уже отдалила свое значение. То, чтобы польская не развалялася, не развалилася зну, треба напоминать, вспоминать полякам, полякам, ряду польскому również и обычным полякам, которые впливают на тен, на том, якошчь, на тен гатунок жонду польскего, изменяем го, то добре, же ПИС тераз, и добре нехай и позастанеши. Сын с тем, же и глава не ве тераз, польски, что творит ренка любного. И бардзо подобна ситуация, когда генерал Кучеба в час войны звонит в штаб и говорит, я могу удержать Хитлера в дупе, зайчь с тылу и удержать. Штаб, штаб, халло, халло, штаб. А штаб уже запердали за злотком, то через теплые края до Англии. сделал штаб над Вислом. И та героика, то богатерскость, та богатерскость в польске, то супер, файный, супер чин, вот, чем, тем, шин, шин, заканчивал, шин, курды, 39, трех, Наступно, потому что вся эта влага, определенная богатерская цена этого «Цудо над Вислом», а то, что от этого вымиара, от этого цена, началось распределение и вводзотизация, paternalизация Сил Збройных Польских около вводзо. И что допроводило, то до клянски 1939 года. А что та клянска нужна, должна была иметь место? Не, потому что Польская имела 7-4 армию по потенке в Европе и могла затримать не 17 дней до вкручения Родецких войск, в войск сталинских, а 70 дней приносят, чтобы она боролась. А это не произошло, потому что деморализация войск через грехи власти построила то, что сделала эту вводзотизация, paternalизация Польских. Это означает, что хлоп, который должен быть в воде ниже травы и большой вводз, перед которым нужно постоянно поклонение делать. То сделала, то допроводила до деморализации армии, войск до клянски 1939 года. Хорошо. Хорошо. Сейчас дело не в этой клянске. Это дело в том, что, как и в 1939 году, правая рука не знала, не видела, что делает голову. И это роби нога. Так ты раз выходит, что запрошен застал. Я, как вижу, я сам еще живу, что между ОНР, между, как называли, польскими фашистами и между украинскими бандеровцами. Страшные вещи. Такие слова. Такие слова. Сом как-то уже налаштовано. Сом как-то сполпрация, какие-то там намеры. Не говорю о каких-то спойночениях, спойночениях. Просто вымена зданий. Мензы, как поляцы говорили когда-то. Сейчас мы говорим о польскими националистами, то под велким питанием. И между украинскими националистами, то сом националисты. Потому что они очень уважают поляков. То не какие-то швинищи и идиочи. Сейчас уже нет такого в Польше. То только вываливают такой идиотизм. Мензы. Только москевская пропаганда. През своих агентов. И выходит, что этот цельник, стражник польский. Жадный там не агент. Но так выпадло, что Игорь Мазур, членок и, может, чем-то там и зарождал на Майдане самообороном Майдана. Когда я в там те часы был джинникарем и приезжал, и ПИС приезжал до Майдана, и Беата, и Ярослав Катшинский за своим командой, за своим зоспоем ПИС на Майдан. Игорь Мазур там был в самооброне Майдана. В там тем центром, оброна, охраняшин Майдана. Чтобы пропутиновская банда Беркута не зарештовала майдановцев, ни шо, и решта-решта не всадзала до венжения, до перля и решта-решта. То на тыле нормальные женщины. Потом он пошел на войну с правым сектором, мне еще выдали. Я помню, что пару лет назад они были в оброне, в охране. Охраняши, когда на Краковец, на пункте 6, мы все ездили встретить Микаэла Саакашвили. Кеда его барыга Порошенко позбавил обувательства украинского. Мы все ездили, и он, он, срешта, и Игорь Мазур ездили вперед. Тен рух за Саакашвили. Тут нормальные женщины. За это было его на тамте лище ФСБ, росли террористической путиновской федерации, всадзать. Это просто хоррор, это идиотизм. Человек ни в чем не винен, а не перед Росианами. Росиане сейчас борются против... Нормальные Росиане борются против режима Путина. И он помогает еще тем самым и Росианам борются с этим режимом преступным, который забил 96 польских патриотов. И там этот стражник, курды, через какие-то прописы, интерполе, дупополе и остальное. Он думает, что только для него существует компьютер, то, что он там видит, что написано, а остальное ничего не существует. Так, может так было в часах генерала Кучебы. Так, может было и в часах Копач, и Комаровского, и Турска. Где следствия по Анадина, Маку, ласки разные. Они тоже, чьи псевдободавцы забылства Путиновского, проводили такую псевдоэкспертизу про-российский, про-забылцы, про-террористического режима Пучина. Они те, что робили по своим приписам, которые там намалеваны у него на компьютере. У них, у них, у тех здравцев в Польске, не было мозгу своего, не было души крестьянской жадной. Нема аналитичного, не было аналитичного, бо, гды бы он помылился, цельник, страж цельный помылился, то, ну, сори, выпустили, сори, сори и доведение. Но не! Оцекуя сонду, который будет 11 листопада, День неподлегности Польской. Какой это, очень важный случай для, также, польского национализма, для польской души, для крестьянской польской души, для хонора польской, для всего того, что прелецитируем, прелецитируем, и сегодня Кларен Бах, и Бахи, и все говорили о чем-то, о пустоте, о политических, о пустотех, о ничем. Уже я, блин, и не взглянул там, менял двадцатый, когда было, аж супер было, когда что-то, каждое слово лапал. А теперь там нема, бла-бла-бла. И о ничем, о заможенности, заможенности. Где там заможенность уже впхать до ряда этого? Какая это заможенность, когда за этой заможенностью нема жадной справедливости души и крестьянского права? Курды. О каких визах американских? Еще где-то. О какой заможенности говорить сейчас можно, когда террориста Путин и его псы пасхудные заможенности. През такую организацию, как Интерпол. Тих людей, которые в уголе до этой чечения, до walkи в этой чечении з детьми были. Не мајјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјј. Замувјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјј И почти попасть в поляцию, что раз, что не ручница, универсия, упадка стены берлинских, что сугерую поляцию. Ну, то нормально жесть, что справедливая мысль, что, gdy бы не Польска, gdy бы Польска не причинила чем своим валькам, за неподлеглость своим крвем, не воленцы, 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 больше, ясно жесть, а воленцы, солидарности, не Фросуниковской и остатки, то бы немцы не сдобыли упадок муру берлинского, а он там упадок был бы, может, за 10-13 лет, когда уже сам Звездок Радецкий не упадал бы до такого стопня, что сам, как плод, не завалялся от гнили. То бы еще притрвал бы, какой-то час, но он развалялся также через борьбу неподлеглую Польску. Польску. Украинцам не ма че сейчас больше за раз сугеровать, бо они зацеподляя в Польсе и жаднаго голоса политичного, по логике я на разе не зацеподля я, для того я могу говорить coś и сонди... ну не то, что сонди, ну анализовать, что, если бы не волоценность Майдана, если бы не волоценность добровольческих охотничьих батальонов на Донбассе, если бы не стягнули увагу Пучина, по 14-м году выиграл Дуда, и потом Пис набрал слупки по парче и выиграл в выборах, дженьки Богу. А до того, туск, 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 ПО, 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 аферы за аферами, комухи за комухами, СЛД и решта, милеры. Поляцы ведут, знают, кто. Но снова выбирают, потому что боятся, что прийдет Россия. И снова их так указывают, что мало не будет. И они всегда выбирали лучше аферы. Лепее лучше, чем туск, Лепее, чем с Россией, как еще там домовляемся, омавляемся о чем-то, не ж прийдет Пис, начнет демонстрацию национализма, перформансы националистичных, и Россия, как збунтуешься, как у Пучина зразилися, и сделает развал экономики, забудьства, теракты террористичные. Страшно жаль, что сделали в Польше. И этого болище, поляцы. А украинцы, националисты, нафер, стягнули то все, путиновские, путиновские страхи на лахе. Страшно кривало это, не то, что там на лахе. Стягнули на себя, и теперь это все отримуют. А этот стражник, о, сейчас зарештуем, потому что он на путиновской лище. Хоррор, встыд, хоррор за этого стражника, курды. Вице-спикер Польского Сейма, шанова, парня Беата Мазурек, может попросту этому стражнику повечить, что, курды, Пучин займующим стражничек, теперь не тобой, а забудьством, вымордыванием украинцев. Наверное, не биомассы на Украине, а националистов в Украине. Он там займующим, а не тобой, тем страшничек, курды, который попачал там, на той лище, националистов украинских. На лище Пучина, забудьцы, террориста. То с того выходит, что о каким патриотизме на 19-й год мы говорим? О патриотизме в Польске. Выходит то с того, что этот патриотизм зажрал мозг и душу патриотизму в Польске, зажрал заморозность Поляков. Они не видят уже ни душу, ни мандрощу, ни крестьянскую христианскую они видят, как и штаб, который дослужил до 1939 года, польская войска, армия польская. Так и сейчас страшник видит только как человек обычный, заморозность, только свое, то, что с себе, себе, своей родиной, напхать, нажать. А решта света то не обходит, не ходит, не ходит о олиантах, о коллегах, только скакать. наш братаник, путиновский, хлоп, хлоп, лакий, Орбан и решта. то приписы, то робот. I am to the roboter, ту-ту-ту-ту. Я крафтвер кедеш спевал. То и выходит, найглавный, я крафтверк, как робот, збогацене, збогацене и збогацене свое, приватное, либо народовое. Только то, только то, сейчас захватит, естественно, поляков. Но не всех. Вем же, не всех. И далеко не всех. Субтитры сделал DimaTorzok